Привет всем, с вами я Боготишевский и перед вами смартфон, который называется Fly IQ4503 Quad AeroLife 6. Вот непосредственно сам девайс, о нем мы сейчас поговорим чуть-чуть поподробнее. Такого он ярко-синего цвета. И давайте я покажу вам, что находится внутри упаковки. Вот эта наклеечка была наклеена на экран, тут некоторые характеристики данного устройства. И давайте посмотрим, что находится внутри. Это пленочка, в которой находился смартфон, пленочки, в которой находились всякие разные вещи. Вот адаптер, USB и наушники. Вот такие наушники гарнитура, самые дешевые. Я бы не сказал, что они прям хорошие. Такие, короче, наушники гарнитура. Есть кнопочка ответа на звонок и есть микрофон. Все. Это, в принципе, как бы самые большие их недостоинства. Я бы не рекомендовал бы пользоваться данными наушниками. Ну, может быть, как бы по первое время, пока вы не купите себе новые, но гадостные. Плюс ко всему есть еще паспорт документации. Это вся комплектация этого смартфона. Сейчас, давайте, я все упакую. Ну, в принципе, стандартная комплектация бюджетного устройства. То есть, ожидать о том, что вот в этом устройстве будет какая-то премиальная комплектура, однозначно не стоит, потому что, ну, блин, стоимость меньше 100 долларов этого девайса, ну, по крайней мере, на момент, когда я делаю обзор, действительно, это очень даже комфортно. Так, теперь давайте будем смотреть непосредственно на сам аппарат. Первое, что нам бросается в глаза, это то, что у него действительно достаточно большой экран. Видите, большой 5-дюймовый экран. Ну, к 5-дюймовым я привык, поэтому для меня он достаточно комфортный. Поэтому я никаких дискомфортов в плане размера экрана и размера самого устройства не испытываю. Теперь, что касается эргономики. На левой части у нас находится регулировка громкости, на правой кнопочка включения. Также сверху у нас находится разъем для наушников microUSB. И на задней части сверху у нас находится камера двойная вспышка, 5 мегапикселей она. Снизу логотип Fly и еще ниже динамик. Также снизу у нас находится микрофон и ямка для того, чтобы открывать заднюю крышку. Кстати, видите, я уже много сдер. Я там с этими задними крышками воюю. Прямо делаю обзоры всяких устройств и воюю с задними крышками. Теперь посмотрим на то, что у нас внутри. 32 гигабайта карта памяти. Две симки. Одна мини-сим, вторая микросим. Батарея на 2000 мА у нас идет. И вот снизу находится динамик. Самое, что не есть и хорошее, вот то, что я заметил в моей модели, может быть это точно в таком же смартфоне у кого-то другого будет по-другому, то, что карту памяти после того, как вы установили, ее достать никак нельзя. То есть, как бы вы ни старались, каким бы макаром вы бы ее не доставали, единственное, можно тоненьким лезвием от канцелярского ножа поддеть ее снизу, карту памяти, и как бы сверху, и вот таким вот образом двойным вытащить. Это единственный способ, как я нашел аккуратненько, не повредив ничего, ни саму карту, ни устройство, достать ее из лотка. Это достаточно сложный процесс, но, тем не менее, ну, если вдруг вам придется его доставать, то вот так оно будет, можно сказать, получаться. Теперь, что касается качества вообще сборки и материала, то скажу, что вот этот приятный такой вот, знаете, софт-тач, но он такой мягкий, софт-тач, то есть, это не просто софт-тач, а это мягкий, то есть, он такой прорезиненный, и когда кладешь его на стол, то он не скользит, это радует. И теперь давайте посмотрим на переднюю часть. У нас есть фронтальная камера, у нас есть датчики, которые позволяют делать автояркость дисплея, это радует, тоже как бы определенный плюсик, и не очень радует то, что у нас вынесены кнопки за края дисплея, то есть, в Android 4.4, который здесь стоит, вообще они могут прятаться, и когда играешь в какие-то игры или держишь устройство так, то вот таким образом, может быть, еще нормально, но таким вот образом вы случайно можете нажимать на эти кнопочки, и это, конечно, не очень-то хорошо. Но, тем не менее, ну, есть как есть. Радует то, что нет вот этой черной полосы на фоне этих приложений, то есть, получается так, что у нас высокий экран, хотя вот сверху есть полоса, но снизу уже нет, и это, ну, как бы определенный плюс, такой дает вытянутость смартфону. Что касается углов обзора дисплея, то они у него неплохие, но, опять же, все зависит там, например, если вот сейчас стоит, видите, автояркость, то не очень-то из-за того, что не такой сильно яркий дисплей, вот если поставить поболее, то, смотрите, и углы обзора, ну, соответственно, чуть получше. Ну, понятно, что это из-за яркости, и, соответственно, как бы меньше видно отражение. Теперь давайте я все-таки верну на такую чуть умеренную яркость, и пойдем дальше. Оболочка здесь у нас практически не видоизменена, такая, как вот есть Android. Единственный нюанс, то, что Fly запилили сюда всякие разные приложения, типа вот такси, U-Bank, вот этот U-Bank постоянно ливандовские уведомления присылает, ну, короче, и удалить. Здесь проблема заключается в том, что удалить не так уж и просто, то есть обычный пользователь вряд ли сможет удалить, видите, у приложений, и оно не удаляется. Все, то есть вот так вот удаляется только ярлык, вот сейчас мы удалили ярлык, такси мы удалили ярлык, все, сами приложения, к сожалению, не удаляются. Здесь еще и предустановлены одноклассники, предустановлены ЕС-проводник, ну, конечно, и стандартных приложений, там, FM-радио, гугловские приложения Яндекс предустановленные, если я, к примеру, не пользуюсь, то это пофиг на всех, короче, да, то есть, ну, есть такой, как бы, нюанс, то, что это не собственные разработки Fly-приложения, а просто, к примеру, тот же самый Яндекс заплатил Fly за то, чтобы их ярлык, он и значок был изначально предустановлен. Я против таких вот фиговин, если Samsung, как бы, устанавливает, то он, собственно, разработанные программы устанавливает, а здесь такой, как бы, маркетинг и навязывание всех этих опер, U-банков и всякой остальной херни, извините за выражение, конечно, меня раздражает, и я лично очень даже против вот такого, как бы, вида маркетинга. Что касается, вообще, работы устройства, то есть небольшое подтормаживание, несмотря на двухъядерный процессор, четырехъядерный, извините, четырехъядерный процессор, это двухъядерный вот здесь, я что-то завтыкал. Так вот, получается, несмотря на четырехъядерный, есть такие небольшие подтормаживания, ну, вы могли их заметить, вот, хотя Antutu выдает более-менее адекватные цифры в плане показателя по синтетическим тестам. Я считаю, что для такой цены устройства 14 практически тысяч получить, это вполне себе прилично. Есть в новом Antutu, конечно, классно, то, что есть тест-дисплея, вы можете выставить. Это классный такой момент, который дает вам возможность, к примеру, проверить на наличии битых пикселей. Давайте еще раз, смотрите, вот на красном, ой, на черном, точнее, вы можете проверить набитые пиксели. Ну, по крайней мере, их там я не видел, а на белом вы можете на засветы проверить. Это, ну, такой, как бы, определенный. Есть по батарее Antutu тест, вы можете проверить на батарею, но он вас, видите, сразу перекидывает по такой инструментарий. Но давайте мы не будем дальше особо сильно там на это все засматриваться. Посмотрим на другие моменты. 854 на 480 разрешение экрана. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Я считаю, что это плохо. Далее, ну, по крайней мере, на 5-дюймовый экран это плохо. 4.4.2 Android. Это хорошо или плохо? Это нормально. Модель процессора Broadcom BCM-23550. Это 4 ядра по 1.2 ГГц. 5 Мп основная камера и фронтальная тоже там, по-моему, если я не ошибаюсь, 1.3 Мп, если не 2 даже. Оперативной памяти у нас 450 Мб. Ну, вообще, как бы, 512 по идее. И, видите, да, 4 ядра по 1.2 ГГц. А, вот, 0.3. Да. Что-то я как-то тупанул. Опять же, двойной тупанул. Два раза уже тупанул, но, тем не менее, Antutu, видите, иногда помогает, можно сказать, выходить сухим из воды. Далее. Теперь, что касается его автономности. Потом далее по памяти и так далее. Ну, вот, мы как раз по настройкам посмотрим, что куда и как. Вполне себе стандартные настройки. Ничего, как бы, сверхъестественного нет. Есть возможность точки доступа. Есть 3G, логично. Также можно выставлять разные профили звука. Что касается дисплея, то тут очень все скромно. Настроек минимальный. Теперь по памяти. Давайте будем смотреть на память. Предпочтительное место установки, SD-карта или внутренняя память. Мы сейчас выставляем на SD-карту. Хорошо, что мы можем выставить на SD-карту. Он сейчас нас перезагрузит. И мы проверим, можно ли устанавливать приложение на SD-карту. Это очень важный момент. В частности, мы можем проверить на различных играх. Сейчас как раз загрузится и проверим. Потому что, ну, в принципе, как бы танки у меня не запустились. Ввиду того, что он потребовал еще дополнительно подгрузить, можно сказать, кэш или как-то данных игры. И, соответственно, мне их никак не хватило. Сейчас посмотрим в таком формате, как, что и куда. Ну, вот как раз вы из-за одной видели перезагрузку. Так, ну что, World of Tanks. Запускаем и проверяем. Ну, по крайней мере, он у меня был установлен. Ну, если что, мы... Кстати, тоже интересный такой момент. Вот хочу обратить ваше внимание, что, к примеру, вот эта карта памяти у меня с HTC Desire 616. Там был установлен World of Tanks. И, видите, то есть, и не нужен кэш. Отлично. Отлично. Так. Ладно. Тестить танки не будем. Но сам факт, что они, как бы, запускаются, вот, это уже большой-большой плюс и определенное преимущество. Но единственный нюанс, то, что, видите, они так, ну, мягко говоря, подгружают устройство. Так, давайте мы сейчас снимем задачу. И попробуем установить, ну, любую другую большую игру. Какую-нибудь, давайте побольше, Бэтмен. Давайте Бэтмен. Нет, Бэтмен все равно здесь не пойдет. Гангстер Вегас. Давайте Гангстер Вегас. Он как раз стал бесплатным. Хотя я его и тестил, когда он был платный, но не важно. Сам факт. Смотрим. Для нас это важно. Ну, для вас это важно. Для меня это важно показать вам, а для вас это важно посмотреть, да? Так, ну, и пока что никаких проблем. Видите, главное купить карту памяти с телефоном. Вот все, что вам нужно с телефоном взять, так это карту памяти. Теперь давайте посмотрим по батарее. Она здесь 2000 мА. Сказать, что она быстро садится, нет. Но, тем не менее, иногда бывают нюансы. В частности, видите, 1 час 8 часов дисплей работал всего лишь. И у нас 15 часов 15 минут. И, смотрите, он, ну, это как бы лежал. До этого, вот до того, как я зарядил на эту зарядку, я пользовался смартфоном немножечко как самим телефоном. Вот, кстати, совершать звонки все комфортно, слышно собеседника хорошо, динамик, ну, нормальной громкости. Не самый громкий, но нормальной громкости. И микрофон тоже работает хорошо, собеседнику тоже слышно вполне себе меня, ну, комфортно. Так вот, если говорить о среднем использовании, то его хватит до 2 дней, то есть где-то 2 дня. Если говорить о экономном использовании, вот так, чтобы он лежал, был такой, как бы у меня возможность, как раз сейчас в новогодние праздники он у меня лежал, я праздновал, а он просто разряжался, то, конечно же, он пролежал где-то дня 4, и только где-то на 5 день он начал разряжаться. Ну, так, я имею в виду 14%, а вот это 13%, 12%, 10%, 9%. И, как бы, был момент, когда я им пользовался, то, я же говорю, до 2 дней. Но если, как бы, вы собираетесь играть в игры, то учтите, что вы быстро разведите смартфон. И, как вы видите, Ганг Старвегас пошел загружаться, почти уже треть загрузилась. Ну, не буду, то есть, видите, есть возможность установить большие игры, танки запустились, Ганг Старвегас запустился, это радует. Теперь давайте мы посмотрим по местоположению, все-все-все-все, это понятно. Теперь по камере. Я думаю, что это тоже актуальный момент. 5 мегапикселей камера, она, ну, как сказать вам, она имеет автофокус, но достаточно... Оп, медленно фотографирует, но для данного смартфона достаточно неплохо. И давайте мы посмотрим еще на фронтальную камеру. фронтальная камера у нас... Тоже медленно фокусируется, как и основная камера, но, в принципе, весьма неплохо. Вот он я такой, немножечко тут дерзкий, такое именно сказать вам, что-нибудь. Да, то есть камеры, ну, селфи днем, может быть, такое более-менее нормальное. Вконтакте я часто наблюдаю селфи на подобного плана камеры. Но, как бы, я лично бы, конечно, не фоткал селфи. Если меня не особо-то устраивает селфи на крутых телефонах, то на таком телефоне бы точно меня бы не устраивало. Поэтому, ну, да. Вот камера, как камера. Ну, и давайте будем подводить итог о данном устройстве. Что мне понравилось? Мне понравилось качество сборки. Мне понравилось то, что он хорошо и удобно лежит в руке. Мне понравилось то, что аппарат, ну, более-менее адекватно работает. Ценник, конечно же, данного девайса тоже мне понравился. То есть там 1600 гривен приблизительно на стоимости данного аппарата при курсе 18,5, ну, черного рынка, то есть неофициальный курс, а фактический курс, то вполне себе это, считайте, меньше 100 долларов, где-то 90 долларов вы получаете данный девайс. Мне это нравится. За такую цену годный аппарат за 90 долларов, представьте себе, то есть те люди, которые помнят курс 8 гривен, да, то есть к доллару, то есть это был бы, он 800 гривен стоил бы. Очень даже хорошо. То есть, ну, я думаю, что 800 гривен он бы точно не стоил бы, потому что производители бы, ну, больше, как бы, ставили маржу и зарабатывали больше денег. Вот, что мне не понравилось. Мне не понравилось то, что он притормаживает, но, блин, за такую стоимость идеальное, как бы, устройство вряд ли получится. То есть, в основном, вот, на 99% аппарат мне понравился. Вот, конечно, я еще могу, как бы, согрешить на экран, сказать, что 800 на 480 на данном дисплее, это очень даже ужасно. Ну, блин, ну, если Samsung, которые там стоят подороже, да, там, на порядок, они выставляют тоже 800 на 480 на 5-дюймовый экран. Можно сказать, что вот любой, как бы, его, такую погрешность данного девайса можно сразу же списывать на стоимость. У него настолько комфортная стоимость, что жаловаться грех. То есть, все очень даже неплохо. Ну, и на финал еще, наверное, покажу вам какую-нибудь мультимедиу, вообще-вообще любую, самую любую, вот, которая сейчас первая появится. Это, мюзик. Так, видите, это максимальная, по-моему, очень тоже неплохо. Качество динамика вполне себе приличное. И так далее, да. То есть, я считаю, что данный девайс вполне себе неплох. Единственный, может быть, еще нюанс, который будет смущать некоторых потенциальных покупателей, то, что это, ну, Fly, блин, ну, Fly, отстой. Нет. Есть у них удачные модели, есть у них неудачные модели. Вот, в частности, вот этот Fly, я считаю, что это удачная модель. Поэтому советую за такую стоимость присмотреться к данному девайсу лучше аппаратов. Даже вот если мы берем тот же самый HTC Desire 210, он стоит дороже. Он стоит как раз 100, там, 110 долларов. То, блин, ну, вот вот это и вот это. Даже вот мы можем посмотреть на... Здесь черный, с новой технологией дисплей, то есть, он качество на порядок повыше, то есть, меньше отражений, ну, качество цветов реально лучше. И вот этот HTC Desire 210. Вот, что лучше? И вот если бы из этих двух аппаратов этот дешевле, лучше, интереснее, и, по-моему, я считаю, что очень даже неплохой выбор. Вот, поэтому я считаю, что Fly стараются, но иногда, бывает, пропускают всякое говно. В частности, этот аппарат, непосредственно вот эта модель, действительно нормальный аппарат. Я лично его одобряю. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам за то, что смотрели. Надеюсь, оно было полезным, интересным для вас. Что-то новое вы для себя взяли, узнали. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Снизу такая красная кнопочка подписаться. И, конечно же, еще увидимся в новых видео. Всем пока! А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.